Сегодня на Мустряковской поляне слышен звук инструментов, но уже совсем скоро площадку форума заполнят студенческие голоса, в том числе на иностранных языках. Все работы идут по графику 15 июня открытия. Прибытие основных организационных групп запланировано на 12-е число, на День России. С 13-го встают уже полностью все службы и 15-го с 6 часов утра начинается прием прибытия делегаций. ИВЛГ-2016 продлится 10 дней. На поляне будут работать 9 смен, в том числе федеральные инновации и техническое творчество, участие в которые примут студенты не только из регионов ПФО, но и со всей России. Международные смены студенты из Китая и Франции. Сегодня важно достойно организовать техническое обеспечение и бытовые условия. Завтрак, обед, ужин будет готовить комбинат питания, душ на дизельном топливе, размещение в домиках дачного типа и палатках, в том числе и военного типа. Армейская палатка «Памир-30» используется в Вооруженных силах России с 2008 года для размещения личного состава в полевых условиях. Здесь, на Мострюковской поляне, установлено 28 таких палаток, в основном для размещения иностранных делегаций. На поляне можно будет принять участие в фестивале беспилотных летательных аппаратов, сдать нормы ГТО, а в День памяти и скорби пройдет бессмертный полк. 23 числа, на следующий день, здесь у нас еще планируется прибытие героев Советского Союза, Российской Федерации, которые также поучаствуют с представителями смены «Патриот», а также там будет совместное участие других смен. Что же касается лучших проектов, которые будут представлены, их грантовая поддержка будет увеличена, призовой фонд превысит 14 миллионов рублей. Кроме того, будут и специальные награды, такие, к примеру, как поездка на Байконур и международная стажировка. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События.